Привет, друзья! Сейчас кое-что покажу. Вот завтра мы будем делать ликбез бесплатный. И там нам надо будет уже иметь этот приём. И вы сейчас, когда я вам покажу, что это такое... А это мне показал только недавно участник нашей школы. Ну, он так сказал, имя можно не называть. И я, согласовываясь, никогда не называю. Он у меня сейчас здесь в планшете сидит тоже. Я говорю, вот ты смотри, как я буду рассказывать. Правильно я рассказываю или нет? Потому что я два раза уже проверил. И вы проверьте. Супер вещь. С чего он начал? Он начал мне рассказывать, говорит, помните, вы писали в новелле, что кто не... Перешёл с Атари, для него горы как горы, дома как дома. Ну, там, река как река. А кто перешёл с Атари, для того тоже горы как горы, дома как дома. Но уже он всё видит по-другому. А не на самом деле горы как горы, дома как дома. То есть всё стало на место, а теперь он видит с этой точки зрения всё по-другому. То же самое, говорит, ваши приёмы. Я, говорит, тоже делал и ключевые приёмы, ключевой стресс-тест, и покачивание делал, и всё делал. А теперь я, говорит, посмотрел вдруг, когда я нашёл это состояние, я создал этот, говорит, приём, потому что на все ваши приёмы посмотрел с другой точки зрения, как вы в этой новелле говорили. Потому что я это в Сатари нашёл. Ну, это Сатари, это Нирвана, это Самадхи, это то, о чём мы говорим. И вот что он мне рассказывает. А ты слушаешь, слушаешь. Правильно я сейчас буду объяснять? И вы там комменты напишите, кто что поняли. Завтра будет ликбез, вы должны уже сегодня это попробовать, чтобы мы завтра на ликбезе сто раз не повторяли одно и то же. Потому что на ликбезе вы будете сразу вопросы в зуме задавать. Очень важно для себя выходить в зум. Ну, вот теперь дальше поехали. Значит, вы знаете состояние потока. То есть, такое состояние волны. То есть, когда вы себя отпускаете на зелёную зону, идёте по этой лужанке. Лужайки, это как вы просто покачиваетесь, отпускаете себя так, как вас качает. Полностью себя отпускаете. Волна. Волна, вы это знаете. Ключевая волна. В чём отличается? Когда думаешь, о чём думается, и делаешь, как делается. И делаешь это, и делаешь это, и потом, так, внимательно следите за мной, за ходом мысли. И для того, чтобы углубить состояние, чтобы попасть в это нервоническое состояние, вы берёте и направляете внимание своё на фоне повторяемого движения. Повторяемое движение, как вы знаете, снимает напряжение. На фоне волны, вы знаете, это зелёная зона, это критерий максимального комфорта, так как вам проще, так как вам легче. На волне вы направляете внимание на область диафрагмы. Или пупка, или живота, как вам удобнее будет зафиксировать своё внимание, на фоне повторяемого действия, на фоне волны. Я повторяю это несколько раз. Это очень важно. На фоне этого расслабления вы фиксируете своё внимание на области живота и стараетесь там мягко-мягко волевым усилием расслабить диафрагму. Да, вот я начинаю туда направлять, и у меня движения другие пошли, видите, потому что внимание стало фиксироваться. На волне волны и пошло. Ну, как мама ребёнка качает, подбирая ритмы к качанию, в зависимости от того, какое у неё состояние. То же самое здесь автоматически биологическая обратная связь. И вот я начинаю фиксировать внимание на области живота, на области пупка, диафрагмы, на фоне вот этой волны. Да, и у меня пошли движения, у меня вот прям вот такие пошли качательные движения, прям интересно. И стараюсь там расслабить, и в этот момент мне почему-то хочется вдохнуть. то есть вот в этом парадоксе дело. То есть вам в этот момент, когда вы расслаблены, вдруг на фоне расслабления напрягаетесь, фиксируете внимание, сосратачиваетесь, значит, чуть-чуть напрягаетесь. воздуха же не хватает, кислорода-то не хватает, потому что вы парадоксальную задачу решаете. А вы не вдыхайте. Продолжаете делать так, и вы попадаете в состояние, как вот вы когда бежите, например, уже дыхания не хватает, а потом вы преодолеваете этот момент, и у вас потом такое роскошное состояние, бежите на легкие, да? Давайте вот так вот ещё раз делаем. Направляем внимание. Хочется вдохнуть, но не вдыхайте. Создали парадокс. На фоне расслабляющей волны создали сосредоточенное состояние. Соединились я-ни-инь. А вы продолжаете. И вдруг пошло. У меня вот, например, пошло было два инсульта, у меня и шеи перелезаны, вы знаете, после падения на гололёде, у меня там титан. У меня поэтому шум, говоря, появился. А у кого-то может появиться ощущение такое, как будто котёл такой горячий, так горячо стало во всём теле. Вот мне даже тоже, да, теплее, теплее стало. А у кого-то может сонливость появиться сразу, ну, потому что такой резкий переход, через парадоксальное состояние, как бегун, как я сказал. А потом легкое дыхание, вот мне та. Ой, кайф пошёл. Кайф пошёл. Я правильно рассказываю? Правильно, он кивает головой автор. Автор метода попадёт в книгу нашу. Вы тоже пишите свои приёмы, которые вы создаёте, зная принципы ключа. С чего он и начал. Я же, говорит, принципы уже знаю ключевые. Принцип подбора путём перебора, принцип волны, принцип зелёной зоны, минимального усилия, принцип автоматизма. Он же все знает. И с этой точки, говорит, когда я делал эту волну, я вдруг направил, говорит, внимание, стал там расслаблять, и вдруг я почувствовал, что мне не хватает вдоха. А я, говорит, задержал, продолжаю волну. И у меня, говорит, у тебя что получилось там? Дыхание не задерживается, оно продолжается как дышало, только его немножко не хватает становится. Да, да, его немножко не хватает. Да, его немножко не хватает, и надо в этот момент не делать такой вдох, да? А просто продолжать вот так вот, да? И там... Дыхание идёт как волна. Никаких задержек нет. Отлично. Отлично. То есть вы создали парадоксальную ситуацию. А когда мозг пытается решить парадокс, он ещё глубже погружается в транс, напряжение падает, и вы как преодолели пик напряжения при беге, появляется лёгкость. И можете бежать уже бесконечно. Второе дыхание называется. Ну, вы поняли, надеюсь, да? Вот вы сегодня попробуете разочек-два, там, по сколько минут? По две-три минутки, да? Потом посмотрите, какое будет... Вот у меня после этих проб такое состояние, ну, говорят дети, балдёжное такое состояние. Ну, не случайная картина у меня здесь стоит, видите? Такое состояние, ну, хорошее у меня состояние. И у вас будет шикарное состояние. И готовьте завтра ликбез. зумы свои готовьте, потому что у меня сегодня одна дама звонила, она говорит, ну, не помогают мне ваши упражнения. Я говорю, что в зумы не вышли на ликбезе? Ну, я не могла выйти, а что обязательно? Я говорю, три раза предупреждал. Если бы вы вышли, вам бы всё помогло. Ещё раз повторяю. Зум выходите, потому что мы там все друг друга видим, подсказываем, даём конкретные развернутые советы. Да, договорились, да? До встречи.